Однажды Сатья Кама Джабала обратился к своей матери Джабале. Мать, я хочу вести жизнь ученика, из какой же я семьи? А она сказала ему, я не знаю, дитя из какой ты семьи. И в юности, когда я означала тебя, я была служанкой, очень занятой. И вот не знаю, из какой ты семьи, но мое имя Джабала, твое имя Сатья Кама. Называешь же себя Сатья Кама Джабала. И придя к коридру мате Гаутаме, он сказал ему, я хочу жить учеником у тебя, почтенный. Могу ли я приблизиться к почтенному? Он сказал ему, дорогой, из какой же ты семьи? Он сказал, я не знаю, господин, из какой я семьи? Я спросил мать, и она ответила мне, в юности, когда я означала тебя, я была служанкой, очень занятой, вот не знаю, из какой ты семьи. Но мое имя Джабала, твое имя Сатья Кама, поэтому я Сатья Кама Джабала господин. Тот сказал ему, не Брахман, не мог бы так объяснить, принеси жертвенное топливо, дорогой, я посвящу тебя ученики, ты не удалился от истины. И посвятив его ученики, он добрал четыре сотни точек слабых коров, и сказал, следуй за ними, дорогой Сатья Кама, сказал, погоняй их, я не вернусь назад, пока их не станет тысяча. Так жил он в отдалении несколько лет, когда же те коровы умножились до тысячи. То бык обратился к нему, Сатья Кама, да почтенный ответил он, настала тысяча, дорогой, отведи нас в дом учителя, и я поведаю тебе, Астапия Брахмана, поведай мне, почтенный. И бык сказал ему, восточная сторона, часть его стопы, западная сторона, часть южная сторона, часть северная сторона, часть поистине. Дорогой, это частная стопа Брахмана, названная Сияющей. Кто знает, а почитает четырехчастную стопу Брахмана, как Сияющую. Кто становится Сияющей в этом мире, Сияющей миры приобретает тот, кто знает, а почитает четырехчастную стопу Брахмана, как Сияющую. Огонь скажет тебе о второй стопе Брахмана. На следующее утро он погнал коров дальше, там где они оказались. К вечеру они разжег. Огонь согнал коров, подложил топливо и уселся за огнем лицом к востоку. Огонь обратился к нему садикама. Да, почтенный, ответил он, я поведаю тебе, дорогой, о стопе Брахмана. Поведай мне, почтенный Огонь, сказал ему, земля, часть его стопы, воздушное пространство, часть неба, часть океан, часть поистине дорогой. Это четырехчастная стопа Брахмана, названная бесконечной. Кто знает, это почитает четырехчастную стопу Брахмана как бесконечную. Гусь скажет тебе о третьей стопе Брахмана. На следующее утро он погнал коров дальше. И там, где они оказались, к вечеру он разжег огонь, согнал коров, подложил топливо и уселся за огнем лицом к востоку. Тут полетел гусь и обратился к нему садикама. Да, почтенный, ответил он, я поведаю тебе, дорогой, о стопе Брахмана. Да, поведай мне, почтенный, гусь, сказал ему. Огонь, часть его стопы, солнце, часть луна, часть молния, часть поистине дорогой. Это четырехчастная стопа Брахмана, названная Светящейся. Кто знает, это почитает четырехчастную стопу Брахмана как светящуюся. Тот становится Светящимся. В этом мире светящиеся миры приобретает тот, кто, зная это, читает через трёхчасовую стопу Брахмана как светящиеся. Нырок скажет тебе о четвёртой стопе Брахмана на следующее утро. Он погнал коров дальше и там, где они оказались. К вечеру он разжёг огонь, согнал коров, подложил топливо и уселся за огнём лицом к востоку. Тут подлетел Нырок и обратился к нему в статье. Ама! Да, почтенный, ответил. Я поведаю тебе, дорогой стопе Брахмана. Наповедай мне, почтенный Нырок, сказал ему. Дыхание, часть его стопы, глаз, часть, ухо, часть, разум, часть. Поистине, дорогой, это четырёхчасная стопа Брахмана, названная наделённой основанием. Кто, зная это, почитает четырёхчасную стопу Брахмана как наделённую основанием. Тот наделён основанием, в этом мире наделённое основанием миры приобретает тот, кто, зная это, почитает четырёхчасную стопу Брахмана как наделённую основанием. Сатикама достиг дома учителя, учителя обратился к нему сатикама. Да, почтенный, ответил он. Поистине, дорогой, ты стоишь как знаток Брахмана, кто же обучил тебя? Кто были не люди, ответил он. Но я желаю, чтобы меня наставил почтенный, ибо от людей, подобных почтенному, я слыхал, что лишь знание, полученное от учителя, бывает самым благотворным. И учитель сказал ему о том же самом, и ничего из этого не было пропущено, не было пропущено. У Покасала Камалаяна жил учеником у Сатья Камы Джабалы, 12 лет смотрел он у него за жертвенными огнями, а тот хоть отпустил домой других учеников, завершивших своё обучение, не отпускал его. И жена Сатья Камы сказала ему, этот ученик предан подвижничеству и хорошо смотрит за огнями. Как бы огни не сказали о тебе дурного, обучи его. Но он оставил дом, так и не обучив его. И мучивый, страдания ему покасало, решил воздерживаться от пищи. Тогда жена учителя сказала ему, ученик, ешь, почему не ешь? Он сказал, много в человеке противоположных желаний, я переполнил страданиями и не буду есть. Тогда огни сказали друг другу, этот ученик предан подвижничеству и хорошо смотрел за нами. Давайте же обучим его, и они сказали ему, жизненное дыхание, брахман, радость, брахман, пространство, брахман. Он сказал, я понимаю, что жизненное дыхание, брахман. Но не понимаю, почему тоже говорится о радости и пространстве. Они сказали, поистине радость тоже, что и пространство, пространство тоже, что и радость. Так они сказали ему о жизненном дыхании и о пространстве. Тогда огонь, горхопатья наставила его. Земля, огонь, пища, солнце. Вот мои образы. Тот Пуруша, который виден в солнце, это я. Это я и есть. Кто знает, а почитает его так. Тот разрушает дурные дела, владеет миром, достигает полного срока жизни. Живет блески, потомство его не гибнет. И в нем, и в том мире охраняемым мы того, кто знает, а почитает так. Это огонь. Тогда огонь, анхакарьяпанчана, наставил его. Вода, страны света, звезды, луна. Вот мои образы. Тот Пуруша, который виден в луне, это я. Это я и есть. Кто знает, а почитает его так. Тот разрушает дурные дела, владеет миром, достигает полного срока жизни. Живет блески, потомство его не гибнет. И в этом и в том мире охраняем мы того, кто знает, а почитает так. Это огонь. Тогда огонь, анхакарьяпанчана, наставил его дыхание, пространство, небомолния. Вот мои образы. Тот Пуруша, который виден в молнии, это я. Это я и есть. Кто знает, а почитает его так. Тот разрушает дурные дела, владеет миром, достигает полного срока жизни. Живет блески, потомство его не гибнет. И в этом и в том мире охраняем мы того, кто знает, а почитает так. Это огонь. И они сказали, упокасало, дорогой. Вот тебе открыто наше знание, знание Адмана. Но путь тебе укажет учитель. Вернулся его учитель. Учитель обратился к нему. Упокасало. Да, почтенный. Ответил он. Дорогой. Лицо твое сияет, как у знатока Брахмана. Кто же наставил тебя? Кто же стал бы наставлять меня, господин? Ответил упокасало. Как бы скрывая правду и произнес, указывая на огни. Теперь они такие иные, чем были раньше. Что же, дорогой, они сказали тебе? То-то и то-то, ответил он. Дорогой, поистине они сказали тебе лишь о мирах. Но подобно тому, как не пристает вода к лепестку лотоса, так не пристает дурное деяние. К знающему то, о чем я скажу тебе. Пусть господин поведает мне об этом. Учитель сказал ему. Тот брушин, который видит глазу, это Атман, сказал он. Это бессмертный, бесстрашный, это Брахман. Если даже окропить этот глаз чистым маслом или водой, это благо отходит к векам. Он зовется стечением благ, ибо все блага стекаются к нему, все блага стекаются к тому, кто знает это. Поистине он несущий благо, ибо он несет все блага, все блага несет тот, кто знает. И поистине он несущий сияние, ибо он сияет во всех мирах, во всех мирах сияет тот, кто знает это. Когда знающие это умирают, а совершают ли над ними погребальную церемонию или нет. Они проникают в свет и света в день, из дня в светлую половину, в месяц и светлой половины месяцев, в те шесть месяцев, когда солнце движется к северу. Из этих месяцев год из года в солнце, из солнца в луну, из луны в молнии. Там находятся по урушению человеческой природы. Он ведет их к Брахману. Это путь богов, путь Брахмана. Те, кто следует, ему не возвращаются в этот человеческий водоворот. Не возвращаются. Поистине этот ветер, который очищает, есть жертва, двигается, она очищает все это. Так как это и двигается, очищает все это, он и есть жертва. Разуме речи, два ее пути. Один из них разумом совершает Брахман, другой совершает речью Хатар, отхварью Хатар. И когда после начала утренней молитвы и перед заключительными стихами Брахман прерывает тишину, то он совершает лишь один путь, другой же гибнет, подобно тому, как терпит ущерб человек, двигающийся на одной ноге, или колесница, катящаяся на одном колесе, так терпит ущерб и его жертва. Когда терпит ущерб жертва, то за ней терпит ущерб и жертвователь. Совершив подобную жертву, он становится хуже. Когда же после начала утренней молитвы и до заключительных стихов Брахман не прерывает с тишины, то он совершает оба пути, и ни один из них не гибнет. Подобно тому, как имеет надежную опору человек, двигающийся на двух ногах, или колесница, катящаяся на двух колесах, так имеет надежную опору и его жертва. Когда имеет надежную опору жертва, то за ней имеет надежную опору и жертвователь. Совершив подобную жертву, он становится лучше. Праджапати согрел миры. Из них согретых он извлек их сущности, огонь из земли, ветер из воздушного пространства, солнце из неба. Он согрел эти три божества. Из них согретых он извлек их сущности, из огня, речи из ветра, еджусы, саманы и солнца. Он согрел это тройное знание. Из него согретого он извлек его сущности. Пусть из речи ей, пусть из еджусов, свар из саманов. Поэтому, если жертва терпит ущерб от погрешности речи, то пусть произнеся пху с благословения, совершает подношение на огне. Гархопахи. Так, сущностью речи, силой речи восстанавливает ущерб жертву в речах. И если жертва терпит ущерб от погрешности еджусов, то пусть произнеся пху с благословения, совершает подношение на огне. Так, сущность у еджусов, силой еджусов восстанавливает ущерб жертвы у еджусов. Если жертва терпит ущерб от погрешности и самана, то пусть произнеся свар, благословения, совершает подношение на огне, охавание. Так, сущность у саманов, силой еджусов восстанавливает ущерб жертвы и самана. Подобно тому, как солью бурой скрепляют золото, золотом серебро, серебром олова, олова, свинцом железа, железом дерева, деревом кожу так и силой этих миров этих божеств этого тройного знания восстанавливают исчерп жертвы поистине это жертва бывает исцелена там не знающий это брахман поистине это жертва обращена к северу и не знающий это брахман подписи о знающем это брахмане куда бы жертва не вернулась туда идет человек брахман единственный жрец защищает жрецов как конь по истине знающий это брахман защищает жертву жертвователя и всех жрецов пусть поэтому знающего это делают брахманом но не того кто не знает этого не того кто не знает